Мы знаем, что Умма Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, оно как одно целое, единое тело. Если какая-то часть болит, то болит все тело. Так передано от посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Если у какого-то мусульманина есть какая-то проблема, мы эту боль почувствуем. Если какой-то мусульманин там далеко грех совершит, безбарокатность этого греха мы здесь у себя дома почувствуем. Если кто-то из нас совершит какой-то хороший поступок, барокат этого поступка там далеко тоже почувствует. Вы, наверное, слышали историю Умма, когда он был халифом мусульман. В его время мусульмане не могли очень долго осадить крепость в одном из газоватов. И Умма, он удивлен, был поражен, как так столько времени, чтобы Всевышний оставил без помощи Умма Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Он отправляет разведчиков посмотреть, в чем проблема. И когда они прибыли туда, они обнаружили, что мусульмане перестали следовать за пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в том, чтобы делать сивак. Вот эту сумму забросили из-за тяжелого положения, там газоват из-за этого. И Умма, ради Аллаху алейхи, узнал об этом, тут же повелевает, чтобы они оживили эту сумму. И когда мусульмане сидели на берегу речки, чистили зубы сиваком, те из крепости вышли, с кем мусульмане воевали. Удивлены, почему мусульман не видно, почему они молчат. И когда они прибыли туда, они обнаружили, что мусульмане зубы чистят. Вернувшись обратно, они сообщили своим старшим, что мусульмане зубы точат против нас. И нам уже не спастись, Всевышний внушил им страх, тем самым они без боя сдали эту крепость. То есть, одну сумму, когда они оставили, Всевышний Аллах оставил их без поддержки. Как только они одну сумму оживили, тут же Всевышний дал им поддержку. Поэтому, когда мы видим, человек грех совершает, неправильно себя ведет, и мы молчим, меня это не касается, так не бывает. Мы одно тело. Нас это в любом случае коснется. Одной из частых проблем, с которой обращаются к имамам в последнее время, это именно семейные проблемы. Много разводов бывает. Бывает, муж приходит, жена не слушает, жена говорит, муж не обеспечивает. И таких много проблем. Вот любую книгу, если мы посмотрим, возьмем имама Бухари, Сахиха Аль-Бухари, или любую другую книгу, ученые начинают именно с раздела об искренности. К примеру, имам Шаарани, Рахима Аллах, он в своей книге «Ла-Вакху-Ла-Анвар-Ла-Кудсиэт», он начинает так «Ухида алейна али ахду иль аммин расуле ла-ха», салләу алейхи ва салләм, что с нас взял обет, с нас взял слово, посланник, салләу алейхи ва салләм, чтобы мы очищали свои намерения. Вплоть до того, чтобы мы очищали свою искренность от искренности, чтобы мы себя не подозревали искренними людьми. Потому что Аиша, радья Аллаху ана, Супруга посланника говорит, тот человек, который считает себя из искренних людей Он на самом деле является показушником То есть человеком, который совершает деяния на показ Тот человек, который считает, что он совершает деяния на показ Кто себя подозревает, на самом деле он является искренним человеком Вот нам весы, из которых мы можем определить, мы искренние люди или же не искренние люди И вот намерение это очень важный момент Вроде бы что там такого, просто намерение. Здесь сердце сделал, не нужно копать, не нужно что-то поднимать. Много даже делать не нужно, просто нужно правильное намерение сделать. Вроде бы не трудно, но в то же время очень-очень даже трудно делать это. Ради Всевышнего Аллаха, которого мы ни разу не видели, просто уверовал, ради Него что-то сделать, очень, видимо, трудно бывает. К примеру, когда многие женятся, вот лично я спрашиваю, мой первый вопрос бывает, когда я брак заключаю, для чего вы женитесь? Кто-то говорит, понравилась мне девушка, хочу семью наконец уже создать, чтобы с работы проходила, была готовая еда горячая и так далее, и так далее. Ну, разные моменты бывают. Вот правильное намерение давно не приходилось слышать, чтобы вот мусульманин пришел и сказал, вот у меня есть намерение, чтобы вот эту сумму, чтобы оживить, не просто на словах, а вот искренне, вот ради Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах был доволен мною. Аллах меня создал, мог бы не создавать, дал мне религию, ислам, дал мне воздух, здоровье, все дал. И Аллах сделал меня одним из тех, кому дал риски девушку, жену. Я вот сегодня, проявляя благодарность Всевышнему Аллаху, решил пожениться с этим намерением, чтобы вот так вот приходили и брак заключали. Очень мало вот таких вот мы встречаем. И из-за этого Всевышний оставляет человека на свой нафс, на самого себя. А то, что он ради себя это делает, Аллах его на самого себя оставляет. И когда он уже поженился, когда он говорит своей жене, вот так вот так сделай, она его не слушает. И он не может сам разобраться. Почему? Потому что Аллах его без поддержки оставил. Он же ради себя это делал. И Аллах его без поддержки оставил, и он не понимает. Она моя жена, она должна меня слушать. Не слушается, разводится. И проблемы начинаются. А если бы человек, он сделал намерение ради Аллаха, в процентном соотношении Всевышний Аллах его поддержал бы на всю жизнь. И в материальном плане, и в плане мудрости, чтобы он руководил своей женой, своими детьми, в процентном соотношении его намерению Аллах его поддержал бы. Вот в чем у нас сегодня проблема. Есть хадис посланника, где он говорит, что девушку берут из-за четырех признаков. Девушка замужем ходит за мужчину из-за четырех признаков, и наоборот уже. Мужчина берет в жены девушку из-за четырех признаков. Из-за чего? Из-за ее имущества, из-за ее родословной, из-за ее красоты и из-за ее религии. Возьми, говорит, четвертую сторону, то есть держись за религиозность, и ты все получишь. Будет барахат в твоей семье. Мы же видим, на самом деле, религиозную сторону мы сегодня не рассматриваем. А посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, говорит, если к вам сватается человек, чьей религиозностью и нравом вы довольны, вы дайте за него свою дочь. Иначе, если вы так не сделаете, на земле будет фасад, будет смута. То есть эта смута, она всех коснется. Может, эту историю тоже вы слышали? И Саид ибн Мусаиб, рахимахулах, он был зятем Абу Хурайрата, ради Аллаху анхо. Как-то раз его ученик Кафир ибн Аби Вадаа, один из его мутаалимов, который был из Курайшитов, он несколько дней отсутствовал, его не было на уроках. И Саид ибн Мусаиб, он спрашивает, почему тебя не было? Тот говорит, я был занят похоронами своей жены. Саид ибн Мусаиб говорит, ты женился? Тот говорит, нет, кто же за меня выдаст замуж свою дочь, когда у меня всего лишь 2-3 монетки, 2-3 дирхама. Саид ибн Мусаиб говорит, я выдам. Кафир ибн Абу Вадаа говорит, неужели ты такое сделаешь? Тот говорит, да, позвал свидетелей, пожал его руку, восхвалил Аллаха, прочитал салават на пророка, салавау алейкумсалям, там же заключил никае. Этот парень молодой, от радости, не зная, что делать, он пошел домой, когда он после вечернего намаза сидел за трапезой, когда он отпускал уразу, у него всего лишь был кусочек хлеба и немного масла, он слышит стук в двери, он спрашивает, кто там. Ему отвечает Саид. И этот парень говорит, я всех Саидов пропустил через сердце, думал, кто же, интересно, какой Саид? Саид, только не Саида ибн Мусаиба. Потому что Саид ибн Мусаиб, его видели только между его домом, между его мечетей. Он 40 лет, он ни один намаза с жамаатом не пропустил. Он говорит, 30 лет я слышал азам будущей мечети. Самый авторитетный человек своего времени, которому сватался сам Абдулмалик ибн Марван, за своего сына Уалида он сватал эту дочь, он не выдал, за что Абдулмалик ибн Марван, халиф, мусульман, который был, он его наказал, сто раз его плетью побил. В холодное время он его водой облил, надел на него халат из шерсти, он его наказал. Все равно он не стал этого делать. Когда у него спросили, почему ты отказал, он говорит, я свою дочь воспитал так, что она должна встать праведной перед селушным судный день. Если она попадет в эту богатую семью, где будут служанки и так далее, она же может испортиться, как я всеушным за это отвечу. Вот представьте себе, какой человек он был, к нему кто хоть не сватался. И вот он приходит вечером к этому молодому парню, тот парень открывает дверь, он смотрит удивленный, почему вы ко мне пришли, если бы вы за мной человека послали бы, я бы сам к вам пришел, он говорит ему. Он говорит, нет, сегодня я больше обязан, чтобы к тебе приходил, нежели ты. И я не хочу, чтобы ты оставался холостиком даже на одну ночь. И сзади него его дочь стояла. Он ее привел, передал ее в ее руки. Представьте себе, это настоящая религиозность. У нас много проблем сегодня. Мы на языке, когда у нас спрашивают, как дела, мы говорим, аль-хамду лиллях, как самый лучший мусульманин отвечает. Бисмиллях говорим, как бы сону соблюдаем, но в душевном плане мы очень далеки от пророка, саллиллаху алейкум, мы не понимаем эту религию хорошо. Нас все-таки берет, это все мирское берет. И из-за этого у нас много проблем. Поэтому пусть Аллах нам даст правильное намерение. Будет правильное намерение, у нас все Всевышний примет. Потому что пророк, саллиллаху алейкум, говорит, Аллах чистый и принимает только чистое, только лишь то, что было сделано ради Всевышнего. Поэтому и вот эти ученые начинают все свои книги с раздела о намерении. Намерение будет правильным, Аллах намаз примет. Аллах примет брак, пост, хадж. И все-все разделы, которые дальше упомянуты, они будут приняты Всевышним. Намерение будет неправильным, сколько бы мы намаза не совершали, сколько бы мы хорошего не делали, оно будет просто напрасным. Потому что это Всевышний Аллах. Он принимает.